Добрый день! С вами Ольга Канунникова. И сегодня мы будем делать с вами опять розочки из ленты. Но ленты уже возьмем не большие, не 5 сантиметров шириной, а шириной 2,5 сантиметра вот такую розовенькую. И розочки у нас получатся вот примерно вот такие вот милашки в моих ладошках, которые уже я сделала одну побольше двумя маленькими листиками и одну поменьше. Они мягонькие, они не боятся воды, их можно использовать и для картин, и для заколок, и для шляп, и как украшение ободочков, и даже и шкатулочку такими розочками можно задекорировать очень хорошо. Деланы эти розочки, как я вам говорила, из обычной ленточки атласной. Листики сделаны из вот такой же ленты шириной 2,5 сантиметра, которую я обрезала. И половинку использовала для обработки стебелечка вот такой, с такими маленькими остренькими листиками, которые также можно легко, хорошо использовать. И обкручивала вот обычные наши литоны, которые мы используем для шелковой флористики. Итак, как сделать вот такие небольшого размера розочки, сейчас я вам покажу. В принципе, техника такая же, как мы делали вот с вами такие огромные розы. Эти маленькие, они более милые получаются, и более нежные, и они мне как-то очень-очень понравились. Поэтому хочу показать вам именно вот эти розочки. Итак, берем нашу ленту и разрезаем ее на лепесточки. Не квадраты, а прямоугольнички вытянутые. Думаю, по лепесточкам вполне хватит. Я вообще делаю гармошкой, штук по 5. Этих, они очень хорошо режутся. Вот, смотрите, здесь вот два с половиной, а здесь где-то 3 сантиметра точно есть. Где-то так. Теперь, смотрите, мы делаем на лепесточки, как они должны у нас быть. Не забываем, что верхушечка и боковая часть у нас будут обработаны. То есть они будут должны загибаться вовнутрь. Если лицо мы считаем, вот, атласное, вот, это как бы лицо. И обрабатываем мы их вот таким образом. Смотрите. Вот эта сторона должна быть очень хорошо закруглена назад. Вот. Вот таким образом мы делаем наши лепесточки. Вот они. Смотрите, как выглядят. Всё, вот, одна часть лепестков нам нужна именно вот такими. Сейчас я вам покажу, сколько я тут уже их наделала. Вот, у меня их достаточно много. Вот такую кучку я сделала лепестков. Сейчас я вам ещё раз покажу, как я обрабатываю. Во-первых, вот здесь я ставлю прямо на самый-самый маленький огонёк. И обрабатываю практически все стороны нашего лепестка. Особенно вот эту сторону. Нам, то есть, нужно, чтобы они загнулись не только вот в верхушке, но и по бокам тоже вот так загнулись. Всё. Это одна часть лепестков. Следующую часть лепестков. Здесь уже нам нужно сделать примерно такие же это будут лепестки. Где-то 2,5 на 3. Но нам нужно их сделать штук 10. Это будут внешние лепестки. Сейчас я вам покажу, как я вот складываю гармошки. Смотрите, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 7 лепестков я сейчас сделаю прям сразу. Ну, теперь мы считаем, мы, если раньше их вырезали основание, здесь считали, вот так вот вырезали здесь основание, здесь верхушку, то здесь мы сделаем, по ширине будут 2,5, основание будет внизу, а здесь мы их стягаем более такими кругленькими, овальными они делаем. И нижнюю часть полностью не обстригаем. Вот эта вот нижняя часть, как бы основание является нашего лепестка. и обрабатываем их вот каким образом. Обрабатываем по краю. Вот. По краю. Теперь берем за лицо. Вот основание. И по лицу. Вот так. То есть, перевернули, вот изнанка. А вот основание немножко подпалили. И у нас получился вот такой лепесток. Вот. Это внешние лепестки у нас будут. То есть, вот это у нас лепестки, которые идут вовнутрь. Вот. А внешние лепестки, вот они сюда раскрываются. Это как раз вот такие лепестки, как я вам показала. Вот. Видите? Они идут вот сюда. В внешней части они используются. Еще раз. Сейчас я вам покажу. Вот. Теперь переворачиваем вот основание. Лицо внизу. Немножко подпаливаем в основание. Вот второй лепесток. Таким образом мы делаем минимум 10. Делайте 12-13 внешне. Чем больше вы сделаете лепестков, тем больше размер розы можете получить. Вот. Смотрите. И готовим все наши лепестки. Теперь я вам покажу, как сделать листья. Листья делаются, например, так же, как и лепестки. Только в срединке мы будем закипать. Итак, размер, в принципе, такой же у нас. Три, четыре. Вот давайте сейчас четыре листика я вам сейчас вырежу и покажу на одном примере. Вот. Делаем вот такие листики. Срезаем, в принципе, и боковую часть, потому что она здесь достаточно толстая. И получаем вот такие листики. Вот четыре листика у нас готовы. Мы их так же опаливаем со всех сторон. Здесь уже можно не так сильно опалить слегка. Вот. Теперь берем вот лицо. Мы сворачиваем лицом вовнутрь и обрабатываем серединку. Вот таким образом. Прям по центру. Все. Теперь разворачиваем наш лист. И получаем вот такой листик. Вот. Так он у меня выглядит. Вот изнанка его. Сейчас я побольше. В принципе, у меня масштаб уже увеличен, но тем не менее. Сейчас я вам покажу еще раз на одном листе. Вот обработали. Вот лицо. Посерединке сгибаем. И проходим с изнанки вот так. Делаем. Средину. Вот. Таким образом мы готовим полностью все листья и все лепестки. И примемся за сбор нашего цветка. Все детали нашего цветка готовы. Теперь мы перейдем к сборке. Цветочки пока уберем. Все лишние детали уберем. Возьмем сначала те детали, которые идут у нас вот к серединке. То есть делаем вот такую серединку. Собираем мы серединку ниткой с иголкой. А внешние лепестки мы будем с вами собирать с помощью клея. Полимерного клея. Итак, собираем серединку. Берем самый маленький, самый такой вот невзрачный, некрасивый на ваш взгляд лепесток. Вот нам нужно взять самый такой неказистый на ваш взгляд. И вот свернуть его с одной стороны и с другой стороны. Вот так. И ниткой с иголкой забрать туда-сюда. Вот. Теперь к нашей серединке мы должны подставить еще лепестки. И делаем это аккуратненько. Вот. Присоединили. Можно даже вот немножко вот так взять и открутить листик. И у оснований собрали. Берем следующий лепесток. Выбирайте самые маленькие пока лепесточки. Мы их сажаем вот вокруг. Вокруг, как обычно, мы собираем наши шелковые цветы. Атлас. Это у нас искусственный. Искусственный шелк. Как бы ленты из атласа искусственного. Это не натуральный атлас. Иначе натуральные здесь цветные. Вот для этой техники натуральные ленты не подойдут. То есть вы натуральную ленту не обожжете зажигалкой. Ее обработать зажигалкой нельзя. Поэтому здесь используются только искусственные ленты. Ну, следующий лепесток. Можем даже вот просто пробовать. Каким образом? Просто раз его и закрутил. Подставил следующий лепесток на серединку предыдущего. Раз, вот так вот и обкрутил. Ну, вообще, через несколько прокуртов все равно надо как бы иголочку пропустить. Следующий лепесток. Собираем. Потом берем еще лепесток. Так, какой-нибудь маленький, что-то у меня уже большой получился. Вот, когда обжигаешь лепестки, они могут больше обжечься. И лепесток в форме немножко теряет. Он становится поменьше размером. А если он как-то прожегся не сильно, обжегся не сильно, хорошо, то он немножко подлиннее бывает. Поэтому, ну, вот я всегда смотрю на лепесток и гляжу, куда вот его лучше использовать. По центру лучше использовать лепесточки поменьше. Чем дальше они идут от центра, тем они могут быть длиннее, выше. И вот таким образом мы собираем полностью всю серединку. Подставляем цветной лепесточек. Вот нам нравится. И мы его крепляем. Подставляем следующий. Вот сюда бы то я бы его поставила. Вот сюда. И закрепляем. Теперь уже нужно и немножко иголкой проткнуть нашу серединку. Вот таким образом. Здесь листики можно, лепестки можно вот раздвигать. Смотреть, как у нас розочка получается. Вот. Следующий лепесток подставляем. Вот. Вот этот лепесток мне нужно, чтобы он именно вот в это место упал. Поэтому я его сразу закрепляю ниткой с иголкой. То есть здесь уже по ходу сразу будет видно. Потому что когда мы просто вот так вот скручиваем, листики немножко съезжают с их мест необходимых. И поэтому их уже надо подравнивать. Вот все оставшиеся я уже здесь торопиться не буду. и буду каждый лепесток отдельно пришивать. С одной стороны и с другой стороны. Это уже очень будет легко, когда у нас уже как бы серединка собрана. И поэтому оставшиеся лепестки мы уже соберем так, как нужно. Вот следующий лепесток. Вот сюда у меня подставляется. С одной стороны и с другой стороны я его собираю. Вот. И еще у меня лепесточки готовы к работе. Вот как выглядит моя розочка. Еще два лепестка есть у меня свободных. И я их таким же образом пришиваю. Наша серединка собрана из маленьких лепестков. Теперь нам нужно собрать внешние лепестки. Внешние лепестки я буду собирать клеем полимерным. И уже смазывать буду основание с лица. Лучше промазать сразу все лепестки. Промазываем и складываем их друг за другом. Чтобы иметь возможность знать, какие первые смазаны. И чтобы их использовать в самую первую очередь. Промазываем только по основанию. Все полностью основание справа налево. У меня здесь получилось 13 лепестков. И все я их использую в работе. Можно сделать больше. И тогда розочка получится у вас большего размера. Ну вот. Все лепестки. Последний лепесток промазываю. Все лепестки промазаны. Теперь переходим к сборке. Берем первый лепесток. И мы его будем накладывать не к основанию, а выше. Где-то вот так вот. Чтобы у нас внешние лепестки были чуть выше, чем средние лепестки. Где-то примерно на середине лепестка. Вот первого. Первого лепестка. По высоте. Где-то. Вот так. На середине первых лепестков мы приклеиваем вот внешние лепестки. И так по центру этого лепестка мы накладываем следующий лепесток. И таким образом мы полностью все лепестки должны с вами приклеить. Клей полимерный. Ну просто чудесный, на мой взгляд, для атласных лент. Это очень хорошая находка. И самое главное, что по цене он очень дешевый. И качество склейки очень-очень хорошее. Он у вас не пожелтеет. Ничего, как он прозрачный есть, вот он высыхает таким прозрачным. Вот какая розочка у нас получается. Очень даже неплохо. Осталось несколько лепестков. И они практически все идеально подклеиваются. Сейчас надо дать возможность розочке высохнуть, конечно. Но вот в этом виде, который она у меня сейчас получилась, посмотрите, какая красота. Так. Мы пока оставляем нашу розочку чуточку подсохнуть. Сразу показываю все оставшиеся. И теперь у меня на листике, я эти листики также, они у меня будут вместо чашелистика. Я их смазываю с лица и буду подклеивать под две розочки, которые сделала. Одну розочку я сделала до того, а одну вместе с вами. и полностью все лепесточки, все листики у нас будут готовы. Вот. Беру самые большие листики и два листика. и подклеиваю их сначала под большую розочку. Вот так. И два под маленькую. Если хотите. Ну, это маленькая у меня получилось, как, в принципе, как маленький бутончик, небольшая розочка такая. Вот это средняя розочка и большая, побольше розочка. Вот такие розочки вполне можно сажать на стебелек, либо этот стебелек каким-то образом по-другому использовать. Но, тем не менее, вот что у нас получилось. Сейчас я вам так вот покажу. Вот, скорее всего, вот так. Даже вот в этом плане, да? Вот так у нас получилось как бы вот такая вот композиция. Сейчас я увеличу размер. И покажу наши розочки. Вот мои руки и вот размер наших розочек. Итак, очень даже красивые розочки получились из ленты шириной 2,5 см. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канунникова.